Гостеприимная Анапская гавань принимает все новые и новые фестивальные корабли. Крупнейшие кинофорумы, конкурсы, турниры будоражат летнюю Анапу ароматом праздника. Вот и в этом году в городе-курорте открылся ставший уже традиционным 11-й Всероссийский фестиваль-конкурс детских и юношеских творческих коллективов «Синяукая Анапа». Право открыть фестиваль предоставлено первому заместителю мэра Анапы Светлане Яровой. Уверена, что в этом конкурсе все победители. Вы победители уже потому, что находитесь здесь. У нас фонарь. Не пускай фестиваль сожжет новые звезды. Удачи вам! В фестивале принимают участие победители и призеры престижных конкурсов, лучшие детские и юношеские коллективы России и стран ближнего зарубежья. Выступление конкурсантов будет оценивать высококвалифицированное жюри, в состав которого входят крупные деятели культуры и искусства Российской Федерации, представители средств массовой информации. И, конечно же, бессменный представитель жюри Андрей Биль. Первая часть концертной программы состояла из номеров анапских коллективов – «Соловейка», «Солнышко», «Артсоюз». Танцоры из анапского ансамбля «Конфетти» на фестивале не первый раз. Ребятам нравится выступать и узнавать о творческой жизни других коллективов. Участвуем каждый год на фестивале. Конечно же, нравится. Ну, знакомимся с новыми детьми, узнаем их ближе. И каждый год новые танцы, все интереснее и интереснее. Победители наградят дипломами и памятными подарками. Администрации Анапы учрежден Гран-при. Бесплатная путевка в один из лучших санаториев курорта. Организаторы фестиваля убеждены, что юные таланты станут достойными представителями культурного наследия России и стран ближнего зарубежья. Светлана Авилова, Андрей Страдубцев. Анап-регион.